Доклад брата Тимченко был посвящен вопросу единства. Нет никаких оснований для существующего разделения в братстве, и только заблуждения отделившихся мешают нам достигнуть единства. Эти мысли поддержали многие братья, в том числе и брат Майборода. Так я ждал этого съезда, братья и сестры, чтобы исповедать вину свою пред вами и просить у вас прощения за соделанную такую обиду по отношению к вам. Прошу вас, простите меня. Три года назад на прошлом съезде он выступил противником примирения. Сейчас он осознал свою ошибку. Браковская церковь отнеслась ко мне как родная мать, и все братья, впереди стоящие, они глазами любви на меня смотрят. Они так проникли в мое сердце, что я увидел истинную любовь, которая покрыла множество грехов моих и пороков. Да благословит нас, Господь, дорогие братья, заняться этим примирением, молиться о Нем. Съезд прошел благословенно. Он принял важные документы, среди которых резолюции о единстве и послании съезда ко всему евангельско-баптистскому братству в СССР. После многочасового обсуждения каждой кандидатуры был избран новый состав Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов. Доверие было оказано и старейшим, и молодым братьям. ПЕСНЯ Дальнейшая работа в Братстве пошла под знаком исполнения решения съезда «Труд во имя единства». Труд проникновенного служения Христу в каждой церкви, на каждой кафедре, каждым братом и сестрой. ПЕСНЯ Иди и проповедуй Евангелие не только словом, но и всей твоей жизни. Твори добро и правду, и неси любовь и мир повсюду. Брат Осволь Тярк, первый пресвитер Таллинской церкви Оливисты, и второй пресвитер этой же церкви, брат Оскар Ольвик, несут верующим слова истины, напоминают им о любви к Богу и ближним, и призывает все христианки единства и самый образцовый жизни в своей стране. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Наша Церковь развивает многосторонние связи с зарубежными христианами. Мы приглашаем к себе представителей христианских организаций из разных стран, знает, что это не останется без добрых плодов как для Церкви Христовой, так и для взаимопонимания между народами. Делегация баптистов и минонитов Соединенных Штатов Америки и Канады приехала познакомиться с нашей жизнью, и мы говорим им «пожалуйста, смотрите». Господи, мы благодарим Тебя, что Ты нас собрал во имя Свое. Благослови нас, благослови Свое Слово, благослови этот священный акт крещения. Пусть Твоё святое имя будет благословено. Аминь. Дорогие братья и сёстры, сегодня мы испытываем особое волнение. Акт крещения – это священный акт, вызывает особое умиление. Я вижу здесь на лицах сестёр дорогих, пожилых наших сестёр, братьев, они вспоминают те благословенные минуты в своей жизни, когда и они совершали эту заповедь Господнюю. Торжественное богослужение с крещением новых членов церкви. «По вере Твоей крещу Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа». Аминь. «По вере Твоей крещу Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа». За последние три года в наших поместных церквах крещено около 13 тысяч человек. «По вере Твоей крещу Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа». Аминь. «По вере Твоей крещу Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа». Аминь. «По вере Твоей крещу Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа». Итак, совершилось то, о чём вы мечтали. Казалось бы, сегодня уже можно успокоиться. Вы достигли желаемого. Но нет. Вы достигли желаемого. Но желаемого начала. Это только обещание Богу служить доброй совестью. А показать это вся ваша жизнь. «По вере Твоей крещу Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа». Церквей евангельских христиан-баптистов в Советском Союзе много. Но наш короткий фильм поведал лишь по некоторых из них. Мы старались показать из жизни наших церквей то, что является характерным именно для евангельских христиан-баптистов. Мы видели наши церкви на фоне развивающихся городов, что является свидетельством о том, что евангельские христиане-баптисты в нашей стране не являются какими-то жалкими отшельниками, но наоборот, они горячо участвуют со всем нашим народом в строительстве новой жизни на основах социальной справедливости. Субтитры создавал DimaTorzok